Экологическое просвещение Одним из организаторов конференции была учитель химии Венера Тарасюк. Она подробно рассказала собравшимся о переработке материалов, а также о своем проекте, который направлен на улучшение экологической среды. На протяжении трех лет с командой добровольцев Венера Тахировна проводит акции по раздельному сбору мусора. По ее словам, распределять отходы может каждый. Главное – во всем разобраться. В синий контейнер у нас кладется стекло, бумага различного вида, жесть, алюминий и полимерный материал. Это бутылки, пэт-бутылки, крышки с двойкой, с маркировкой 2. У нас полимерный материал с маркировкой 4. Это может быть как тара, так и пакеты. Слушатели конференции получили много важной информации не только по раздельному сбору мусора, но и узнали о переработке отходов. Школьники увлеченно и задумчиво воспринимали слова выступающих. Мне небезразлична судьба дальнейшим нашего поколения и что будет с окружающей средой. Я узнал новое по поводу пластика, то что если стаканчики твердые, то ими нельзя пользоваться, именно чтобы пить горячий чай и так далее. Вот это мне понравилось. Остальное, остальное я много слышал уже, но очень интересные были спикеры. В завершении конференции слушатели ознакомили с акцией «Добрые крышечки», цель которой через борт пластиковых крышек помочь больным детям обрести здоровье. Это еще раз подтверждает, что разделяя отходы и обеспечивая тем самым чистоту экологии, люди могут помочь не только себе, но и окружающим. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Елена Кошлева, Видное ТВ.